ДИСНЫЙ ПОДАРОК Идет появление Хана Соло? Откуда вообще взялись близнецы? И что за черного вуки нам показали? Ответами на эти вопросы мы займемся в ближайшие пару минут. Кстати, а как вам новый сериал по Звездным Войнам? Дотягивает ли он до уровня Мандалорца или уже превзошел его? Обязательно оставьте свою оценку книги Бобы Фетта в комментариях, ну а мы погнали! Для начала поделимся своими эмоциями от второго эпизода. Первое, что хочется отметить, Дисней остаются верными своим традициям, так как перед нами в прямом смысле филлер. Первые два сезона Мандалорца научили нас тому, что в сериалах по Звездным Войнам стоит ждать 80% филлеров с фан-сервисом на 20% реального сюжета. И пока что с книгой Бобы Фетта наблюдается ровно такая же картинка. Только вот в отличие от довольно скучных филлеров первого сезона Мандалорца, Дед Боба умеет заинтересовать. По крайней мере не знаем как вам, ну а мы были в полном восторге от второй серии, которая была посвящена почти полностью тому, как Фетт заполучил посох Гаффи. Это смертоносное орудие было показано нам еще в Мандалорце, но лишь сейчас мы узнали о том, как наемник смог его заполучить. Впрочем, с другой стороны, это максимально лишняя информация из всех возможных. В конце концов, с тем же успехом можно снимать сольные сериалы о том, как Финн получил свой бластер, где Рэй нашла посох и в каком магазине йода прикупил свой халатик. Пандемия не ослабевает хватки, поэтому в кинотеатры сейчас попасть сложнее, чем в запретную секцию в Хогвартсе. Остается только гулять с друзьями или сидеть дома в надежде найти интересный фильм, потому что тратиться на подписку онлайн кинотеатров не хочется. А как насчет того, чтобы смотреть сотни тысяч фильмов совершенно легально? А самое главное, бесплатно. Приложение Movie Lab дает возможность смотреть огромное количество фильмов и сериалов совершенно бесплатно, без назойливых подписок и даже регистрации. Библиотека контента пополняется еженедельно, так что вы точно найдете то, что вы еще не видели или хотели посмотреть. Все фильмы доступны в Full HD качестве, что очень круто в наше время и поможет разглядеть даже самые мелкие детали. В приложении Movie Lab интуитивно понятный интерфейс и море свежих киноновинок. А еще вы можете искать фильмы по актерам, управлять поиском при помощи голоса и даже хранить свою собственную историю просмотра. Кстати, Movie Lab есть еще и на Smart TV, что делает приложение универсальным кинотеатром для любого устройства. Так что вам не придется тратить уйму времени на поиск рабочего сайта, где с сороковой попытки у вас таки запустится нужный фильм. Ссылочку на легальный и бесплатный онлайн кинотеатр вы найдете в описании ролика. Короче говоря, серия вроде бы была интересной, но и по Звездным Войнам больше года смотреть попросту было нечего. Мультсериалы в расчет не будем брать. Отсюда и выходит, что любой проект без явных сюжетных дыр и тупого сюжета, как было в случае с новой трилогией, смотрится свежо и неплохо. Второй сезон Мандалорца поднял планку сериалам по Звездным Войнам на новый уровень. Но стоит понимать, что четыре из пяти ТВ-проектов Marvel в прошлом году были полным проходником. Не заслуживающим ни капли хайпа. Поэтому заранее стоит понижать планку завышенных ожиданий, поскольку надеяться, что в книге Боба Фетта появятся джедаи, ситхи или новый Грогу, можно до бесконечности. Но от этого реальность подарит еще большее разочарование. Правда, в этом мрачном царстве Дисней есть все-таки проблеск света и надежды в лице Хана Соло. Пока что это лишь слух, но ряд инсайдеров сообщает о полноценном камео Соло в одной из последних серий сериала. Некоторые источники заявляют даже, что Харрисон Форд прервал съемки в новой части Индианы Джонса ради работы над книгой Боба Фетта. И в целом это косвенно подтверждает нашу теорию о том, что Фетта отправится на охоту за генералом Соло. Но есть пара важных «Но». Успех второго сезона «Мандалорца» был вызван именно благодаря триумфальному камео Люка Скайуокера. Однако по официальным заявлениям его скрывали максимально сурово, а тут вроде бы камео вполне себе схожее по накалу эмоций, но о нем стало известно на старте сериала. Возможно, разгадка кроется именно в размерах камео. Для тех, кто подзабыл, напоминаем, что в преддверии второго сезона «Мандо» были лишь слухи о появлении Бобы Фетта, после чего появилась информация о крошечном камео старого знакомого. Ну а что в итоге? Фетт сыграл ключевую роль в сюжете, а заодно получил свой собственный сериал. И тут мы подходим ко второму большому «Но» — Харрисону Форду. Старичок давно уже отвоевал свое и занимается сейчас тем, что ему нравится. А «Звездные войны» в этот список а-а, не входят. И вполне возможно, что если бы камео Хана и состоялось, мы бы лучше выбрали для этой роли именно Олдена Эренрайка, известного вам посольнику Хана Соло. Тут все довольно просто и логично. Если Форд не может и не хочет сниматься, всегда есть его более молодая версия, уже игравшая того же персонажа в этой вселенной. Да, Эренрайк выглядит моложе и по-другому по сравнению с Фордом, особенно учитывая то, что по хронологии события Бобы Фетта происходят плюс-минус после шестого эпизода. Но, извините, в переиздании «Возвращение джедая» призрак Энакина Скайуокера вместо оригинального Себастиана Шоу был заменен Хейденом Кристенсеном, сыгравшим Энакина в атаке клонов и мести ситхов. В этом нет ничего такого и подобный рекаст был бы очень к месту, особенно учитывая то, как по-свински обошлись Дисней с тем самым сольником Хана Соло. Фильм вышел отличным, он понравился многим фанатам, а вдобавок подарил кучу классных теорий. Но из-за глупейшей работы маркетологов компании картина провалилась и о продолжении давным-давно все позабыли. Краткий обзор и парочку теорий мы вам дали, а значит самое время приниматься за разбор второй серии. И первое, что явно бросается в глаза – расширенный лор вселенной и драматическая предыстория Тузкинов. Фишка в том, что за все фильмы по «Звездным войнам» и даже в «Мандалорце» пустынники всегда были и оставались злодеями. Конечно, ребята были далеко не такими антагонистами, как ситхи, и по уровню вообще рядом не стояли с Вейдером и Палпатином, но хотя бы на четвертой ступеньке злодейского рейтинга «Стар Ворс» они могли расположиться спокойно. Новый же сериал как-то странно раскрашивает их жизнь драматическими нотками, добавляя глубины. Возвращаясь в настоящее, стоит поговорить о двух совершенно новых персонажах – близнецах Хаттов. Двоюродные брат и сестра Джабы – это совершенно новые персонажи для вселенной. Даже несмотря на то, что в каноне довольно подробно рассказывается о генеалогическом древе Джабы-преступника. Никаких близнецов в роду у него не было, но в теории никто никогда не говорил о том, что канон этот дотошно правильный. Все-таки речь о персонаже четвертого плана и расхождении с каноном вполне могут себе быть. Кстати говоря, их требования на трон вполне себе объяснимы. Близнецов можно сравнить с Дейнерис Таргариен, род которой правил много столетий. Затем его сменил узурпатор Роберт Баратион, а в случае с сериалом это Биба Фортуна. Ну а после к власти пришли Ланнистеры, кем в данном конкретном случае является сам Боба Фетт. Схема совершенно идентична и говорить о том, что Фетт законно узурпировал власть, не имеет смысла. Близнецы имеют столько же прав на престол, сколько и Дейнерис в соседнем сериале. Едем дальше и на очереди у нас Мега Вуки, который стал настоящей вишенкой на торте второго эпизода. В расширенном каноне этот персонаж известен как Черный Корсантом, и он был лично знаком с Джабой и даже Оби-Ваном Кеноби. Оба старых знакомых уже давненько мертвы на момент книги Боба Фетта. Но остается непонятным судьба Вуки-наемника в этой истории. По канону Черный Корсантом серьезно опозорил свой народ, за что и был изгнан со своей родной планеты. Вуки решил стать гладиатором, причем даже технологически усилил и так небывалые физические показатели, свойственные для его вида. Ну а после сражений на арене Черный Корсантом отправился работать наемником и был одним из лучших в своем деле. Причем какое-то время он даже работал на самого Джабу, и в теории как раз-таки мог знать Боба Фетта, в связи с чем наш главный герой и называет Вуки гладиатором. Но помимо этого Громила еще и работал на самого Дарта Вейдера. В то время как Бобу отправляли для того, чтобы узнать личность пилота, который уничтожил первую Звезду Смерти, Вуки был отправлен, чтобы захватить агента Императора, у которого были секретные сделки, о которых Вейдер хотел узнать лично. Тут важно отметить и еще один факт. Оба ЗВ-шных сериала в настоящий момент связывает сам Боба Фетт. А вот Черный Корсантон может появиться в целой куче других будущих ТВ-проектов по этой вселенной. И в особенности в сольнике Оби-Вана Кеноби. В комиксе 2015-го по сюжету наш старый добрый джедай неплохо так получил от злого Вуки, причем практически проиграл ему. И это на минуточку, при том, что Кеноби в сухую выиграл дуэль на Мастафари. Также после второго эпизода многие фанаты до сих пор не понимают, где находится фирменный корабль Боббы. Ведь в Мандалорце он уже был, а в сольном проекте судно куда-то пропало. Но паниковать точно не стоит, поскольку корабль мелькал в трейлерах. А значит, скоро мы его увидим. Судя по кадрам из промо-роликов, Раб находится где-то во дворце Джаббы, и скорее всего прячут его не просто так, а ради того, чтобы показать в какой-нибудь кульминационный момент сериала. Ну и, конечно, нельзя никак обойти мимо сцену с видениями Боббы. В них было довольно много спорных кадров, трактовать которые можно совершенно по-разному. Ну а вот каноничную броню Джанго Фетта узнать было легко. Эта броня появлялась и на Бобби, но со времен оригинальной трилогии об этом вообще не вспоминали. Таким образом, Джон Фавро умудряется воевать сразу в трех плоскостях. В настоящем совмещая политические интриги вместе с каноном из комиксов в прошлом главного героя, где в будущем стоит ждать больших камео, и в видениях, в которых можно словить с десяток любопытных отсылок. Что ж, до пасхальной части сериала, то глобально важных деталей на этот раз было маловато. Лидер Тускинов подтвердил давнюю теорию о том, что Татуин раньше был не одной пустыней, а планетой с кучей океанов и джунглями. А Синдикат Пайков, что перевозил специи в поезде, это прямая отсылочка на аналогичных ребят во вселенной Лукаса. Таким образом, ТВ-шоу потихонечку знакомит нас с криминальным миром этой галактики, показав и Синдикат Хатов, и Синдикат Пайков. А значит, вполне возможно, стоит надеяться на появление Дарта Молла с его огромной криминальной сетью. Впереди нас ждет еще 4 серии, а значит, все самое лучшее явно только предстоит увидеть. И пока что книга Бобы Фетта нисколько не хуже Мандалорца. Откиньте Грогу, Асоку, джедаев с ситхами и световые мечи, и получите довольно скромный сериальчик о простом наемнике. Поэтому и сольник Фетта смотрится супер, поскольку без всех этих клише-удочек сериал умеет удивлять как простых зрителей, так и фанатов вроде нас. Так что будем надеяться, что в будущем качество не скатится в один сплошной филлер, и нас ждет что-то грандиозное. До новых встреч, друзья!